Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр, и, как у нас говорят, Шанатовау Митука. Здравствуйте, Сергей, спасибо большое. Да, действительно, Шанатова, с Новым Годом. Сегодня Новый Еврейский Год, и, как говорит наша традиция, в этот день, в этот момент, где-то там в Небесной Канцелярии открыта книга жизни, в которой записаны жизни всех-всех-всех живых существ, в том числе и нас с вами, и Божественная Канцелярия подписывает приговор каждой жизни на следующий год. Кто будет жить, кто будет умирать, кто достигнет поставленных задач, а кто ничего не достигнет. Поэтому в этот день мы желаем друг другу хорошей подписи, Хатима Тува. Пусть подпись наша, запись в книге жизни будет хорошей. Пусть у всех наших слушателей будет хорошая запись в книге жизни, записанная сегодня. Обращаясь к нашим радиослушателям, хочу тоже сказать, Гмар Хатима Тува. Ну и вам, безусловно. И давайте, наверное, уже от праздничных, от веселых, радостных дней перейдем к событиям земным, и в частности договор, который был подписан, который, наверное, не случайно называют Абраамов, а договором Абраама. Да, на этой неделе действительно был подписан, на мой взгляд, совершенно исторический договор, договор о нормализации между Израилем и Объединенными Аравскими Эмиратами и Королевством Бахрейн. И все это произошло в Белом доме, на Южной Лужайке, так называемой. Я смотрел за этим событием, историческим, безусловно, для Израиля. Мы об этом говорили, будем говорить еще о важности этого события. Так вот, я следил за ним через экран компьютера, я видел это в прямом эфире, и должен признаться, что для меня это было и одновременно волнующим и очень горьким переживанием. Горьким, потому что все, что происходило там, оно происходило буквально в нескольких метрах от так называемого Розового сада, тоже место, находящегося в Белом доме. И там, в Розовом саду, 27 лет назад, практически ровно 27 лет назад, 13 сентября 1993 года, был подписан другой договор, договор ОСЛА. И трудно найти более противоположные вещи, чем вот тот договор Авраама, торжественный, праздничный договор Авраама, который был подписан сейчас, и договор ОСЛА. И в то же время не сравнить их было в такой ситуации, когда мы видели это все, и когда в такое и место, и время практически совпали, было невозможно не думать о том, что было тогда. Та церемония была актом совершенно потрясающего, безнравственного, лицемернейшего политического фарса. И в истории Израиля, наверное, не было ничего равного до того времени вот этой вот ужасной, ужасному фарсу. Есир Арафат, глава так называемой организации освобождения Палестины, по сути дела основоположник современного террора, ухмылялся там от уха до уха, получая на лужайке Белого дома едва ли не королевские почести. Тогда в поисках мира премьер-министр израилец Хакрабин пообещал и сделал, выполнув свое обещание, передав организации освобождения Палестины землю, оружие и деньги, которые Арафат, разумеется, немедленно использовал для построения террористического анклава на окраинах Иерусалима и в Газе. В ответ Арафат обещал положить конец террору, признать право Израиля на существовании и решить все нерешенные вопросы путем мирных переговоров. Разумеется, Арафат угалл с самого начала. Но очень многие хотели поверить в тот фальшивый мир 1993 года и продолжали верить, несмотря на то, что факты это делали с каждым годом более невозможными. На протяжении 27 лет, я очень хорошо помню это время, я уже был тогда в Израиле, с самого начала мне казалось каким-то странным событием и фарсом, и лживым. И в то же время я как бы до конца вначале не понимал, насколько все это ужасно, и насколько все это пронизано ложью. Но с каждым годом мы понимали, это я и мои многие друзья, понимали это все больше и больше и прилагали огромные силы для того, чтобы разоблачить эту ложь и предупредить те опасности, которые заключены в расширении возможностей всех этих террористов, которые были впущены в Израиль, снабжены оружием и деньгами. Теперь, 27 лет спустя, лидеры палестинского террора находятся далеко за пределами Белого дома, а не там персоны нон-граты. И израильские мирные активисты протестовали снаружи Белого дома против этих соглашений. А Евросоюз, который был спонсором тех соглашений в Осло, бойкотирует торжественную церемонию их подписания. Зато среди присутствующих на церемонии подписания соглашений детей Авраама сидели гости, многие из них те самые политики, еврейские и нееврейские, в том числе, например, президент сионистской организации США Морт Клайн, сенатор Тед Круз, радиоведущий Марк Левин, бывший кандидат в президенты, лидер евангелистов Гэри Бауэр, которые долгие годы не боялись говорить об опасности луживого мира Осло. И они объясняли проблемы этого и опасности как для Израиля, так и для Соединённых Штатов и вообще в целом для перспектив настоящего мира, который когда-либо мог быть достигнут между Израилем и арабскими странами. И все эти люди, гости, они посвятили себя искоренению лужи, несмотря на то, что их демонизировали активисты так называемого лагеря мира, клеймили экстремистами, называли крайне правыми, врагами мира, фашистами. И вот сейчас они собрались, многие приехали туда, несмотря на все опасности к пандемии, которая в общем существует, и вообще было непросто приехать и собраться, осознавая величайшую важность происходящего события, понимая, что тот мир, который заключался вот на этой неделе, совершенно не похож на тот луживый, что был 27 лет назад. И как заметили знающие люди, вроде главы Массада Иоси Коина, ведь только кажется, что всё это событие произошло внезапно. На самом деле ничего там внезапного не было. На самом деле это был результат многолетней работы преданных своему делу профессионалов со всех сторон, которые аккуратно и очень тщательно и очень деликатно налаживали связи. И эти связи были основаны не на луже, как в ОСЛО, а на реальных общих интересах, общих тревогах и заботах. Объединенные Арабские Эмираты, Бахлий и Израиль сумели объединиться благодаря в огромной степени именно мужеству лидера США, президенту Дональду Трампа и его советников, которые оказались готовы признать реальность такой, какая она есть и прислушаться к голосам вот этих самых людей, бывших гостями на подписании, которые выступали против того, что происходило в Белом доме 27 лет назад. Трамп и его команда, и в этом как бы огромная заслуга Трампа, они оказались готовы пойти наперекор поколениям, целым поколениям американских политиков, которые утверждали, что, мол, террористы вообще являются настоящими миролюбцами, что единственный путь к миру это умиротворение убийц, и которые немедленно отлимели поджигателями войны всех тех, кто смел полагать, что истинный мир строится лишь на взаимном уважении, человеческой порядочности и общих интересах. Но нынешний мир, он не стал результатом того, что Натаниал вдруг изменил свои позиции, предал свои убеждения, как, например, это было с его предшественником из Ликуда, Лилем Шароном или Худом Ольмертом или другими, которые присоединились в итоге к хору из лагеря Уживого Мира. Нет, этот мир стал как раз напротив результатом того, что Натаниал остался верен основным постулатам, лежавшим в основе противостояния договору ОСЛА. Натаниал на протяжении многих лет, по сути дела, был лидером противостояния договору ОСЛА. И суть этих принципов состоит в том, что нельзя примириться с людьми, которые оправдывают твоё убийство и которые стремятся к твоему уничтожению. Примириться можно лишь с теми, кто готов принять тебя такими, какой ты есть. Это то, что произошло при подписании нынешнего договора. Это то, что отличает его от договора Авраама. Но что ещё интересно? Ещё на накануне церемонии подписания соглашения Авраама Израильское министерство по стратегическим вопросам опубликовало оценку, в которой говорило о том, что нормализация отношений между Израилем и арабскими странами нанесёт удар по антиизраильской кампании бойкота БДС, добивающейся, как мы знаем, изъятие международных инвестиций из израильской экономики, введение санкций против еврейского государства и вообще общего бойкота. Но, судя по всему, к сожалению, оценка министерства игнорирует саму природу сил, состоящих вот за этой кампанией зла. И об этом я хочу сейчас поговорить. Потому что, даже если сбудется самый, что не наесть радужный прогноз президента США Дональда Трампа, ещё, там, называются даже девять арабских государств нормализуют свои отношения с Израилем в ближайшие месяцы, может быть, даже, альянс врагов всё равно продолжит войну против Израиля. И тут надо понимать, почему. Вот в войне, ведущейся против Израиля, есть, по сути дела, две стороны, террористическая и политическая. И не случайно, когда, в тот самый момент, когда подписывался договор Абраама, по Ашдоду и Ашкелону Хамас из Газа выпускал ракеты террористы. А возле Белого дома антиизраильская демонстрация протестовала против самого подписания, называя, конечно, фашистами Трампа и всех участников, и предателями всех участников этого действия. И, вообще говоря, за движением БДС, которое стало, по сути дела, символом борьбы с Израилем на Западе, стоят две силы. Во-первых, это неспосредственно сами приверженцы политического ислама. Мы об этом сейчас поговорим немножко подробнее. Иными словами их еще называют исламисты. А во-вторых, те силы Запада, которые поддерживают этих самых исламистов. Их часто мы называем, и они себя называют сами прогрессивными кругами. Десять лет назад так называемая арабская весна, она полностью дестабилизировала и обрушила многие режимы в арабском мире. Расколола арабский и исламский мир на два противостоящих блока. С одной стороны, оказались тогда Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн и Египет, которые сформировали своего рода антиисламистскую ось. А с другой, оказался шиитский иранский режим и суннитские братья-мусульмане. Многие из нас знают, что в мусульманском мире идет война между шиитами и суннитами. Это правда. Но есть еще более жесткая война, и она проходит совсем не по линии шииты и сунниты. С одной стороны, есть арабские государства, которые, как бы даже если они раньше казались нам очень радикально религиозными, исламскими, на самом деле их политическое руководство это в общем прагматичные, достаточно прагматичные и в значительной мере светские люди. В значительной мере. И они вовсе не готовы передать бразды управления в своих странах политическому исламу. И поэтому они противостоят как шиитскому политическому исламу, то есть тому режиму, который создан в Иране, был создан в Иране в 78-м году, так и политическому исламу суннитскому братьям-мусульманам, которые пытаются осуществить то, что произошло в Иране и в других странах мусульманских, на этот раз уже в арабских странах. И вот во главе всего этого стоит Санкт-Петербург Аравия и днём арабские эмираты, к ним примыкает Бахрейн и Египет. Постепенно с годами к этой антиисламистской оси приснились и другие государства, в том числе Аман, Судан, Марокко. Мы теперь слышим эти названия как потенциальных возможно страны, которые готовы будут подписать с Израилем соглашение нормализации и не случайно. Лидерами исламистского блока стали, как мы знаем, Турция, Катар и Иран. И к ним примкнули, конечно, их сателлиты Сирия, Ливан, Геменские хуситы и Хамас в секторе Газа. И вот, кстати, гражданская война в Ливии, которая происходит сейчас, это же война, как раз идущая по линии фронта между этими двумя блоками. В Ливии два правительства. Одно правительство, которое поддерживают Турция и братья-мусульмане, и, кстати, Европейский союз. С другой стороны находится генерал-халифа Хафтар, которого поддерживают Саудовскара и Днен-Арабский мират и Египет, то есть вот этот самый антиисламистский блок. Но этот раскол в арабо-исламском мире означает то, что даже если все союзники антиисламистского блока в итоге прекратят свой бойкот против Израиля, то, что сейчас происходит потихонечку, то есть мы уже замирились с Объединенными Арабскими Эмиратами и с Бахрейном, и Саудовская Аравия выпускает вперед, дальше еще кто у нас там по списку Оман, Судан, Марокко. Даже если мы помиримся с ними со всеми, и Саудовская Аравия даже подпишем договор о нормализации, который, по сути дела, как бы уже есть, он только неофициален, потому что уже наши самолеты могут летать на Саудовской Аравии, и уже, по сути дела, как бы есть диалог какой-то. Но даже в этом случае бойкот против Израиля и война против Израиля не прекратится, потому что участники блока исламистского, Турция, Катар, Иран и братья-мусульмане продолжат свой бойкот против Израиля с еще большим ревением. И это подводит нас ко второй стороне движения БДС, его западной составляющей. Западных участников компании БДС вообще не волнует, прекратят ли союзники антиисламистского блока бойкот Израиля. Их вдохновляет продолжение бойкота со стороны сторонников исламистской России. И в этом вся суть дела. Компания БДС стала важнейшим компонентом как бы такого оперативного союза между Евросоюзом и в целом западными левыми кругами с одной стороны и радикальным исламистским блоком, то есть шиитами, режимом Аятова в Иране и братьями-мусульманами. В этом смысле палестинская администрация Махмуда Аббаса Абумазана, которая как бы это вот фатх, который сидит в Рамале, она зависит и сидит на дотациях западной половины этого красного-зеленого альянса. А Хамас, в свою очередь, в Газе, он контролируется уже непосредственно исламистским блоком. И все эти участники красно-зеленой оси, то, что их обедняет, по сути дела, они все разделяют фундаментальную враждебность к Израилу, а также к администрации Трампа и к антиисламистскому блоку арабских государств. Надо понять, что на протяжении десятилетий так называемые палестинские арабы, они были своего рода ударной силой арабского мира. Арабский мир пытался выжить Израиль из Ближнего Востока и его оружием, его инструментом были эти самые палестинские арабы. И война палестинских арабов против еврейского государства была войной арабов, которую те вели как бы через посредников. Но сегодня палестинские арабы стали наемником исключительно альянса красно-зеленых. И они ведут свою фронтальную многоуровневую кампанию. Это не только террор, где когда взрываются автобусы. Это и террор в Гаге, через Международный уголовный суд, и в ООН, и в захвате земель иудеи и самарей, и так далее, и так далее, и так далее. И все это они делают сегодня при активной поддержке и участии своих непосредственных спонсоров из этой самой красно-зеленой оси. В то время как администрация Трампа и страны анти-исламистского блока в последние годы прекратили финансовую поддержку палестинской автономии и режима Хамаса. ЕС, ЕС, левые фонды, Турция, Катарь и Иран, напротив, увеличили объемы средств, которые они направляют в оба террористических анклава, в Хамас, в Хамасу в Газе и палестинской автономии в Иудее и Самарине. По сути дела, европейцы и в целом международные левые круги сыграли ведущую роль сразу в нескольких аспектах войны палестинских террористов против Израиля. Ведь именно они стали инициаторами основной движущей силой кампании палестинской автономии по захвату земель в Иудее и Самарине. Вот это то, что мы называем зоной СИ. Именно они направляют и руководят информационными и дипломатическими усилиями против Израиля на трибунах ООН и в Гаге. Именно они подпитывают и финансируют кампании политической войны, которые направлены на делегитимацию армии обороны Израиля, израильского общества в целом и на подрыв правовой системы Израиля через созданные и зарегистрированные в Израиле и в автономии товарищества НПО, НГО все эти так называемые правозащитные структуры мы знаем их и название это нарушить молчание и БЦЛ и их там десятки разных все они получают щедрое финансирование из государства Евросоюза и все они занимаются в той или иной мере диверсиями и подрывами еврейского государства в свою очередь страны исламистского БОК финансируют и направляют силу террора в Авдеи, Сомали и Гази просто уже напрямую в террористов то есть это уже не политический и не дипломатический террор а откровенный террор с убийствами обычными убийствами евреев взрывами автобусов терактами и прочее но и они активно задействуют своих прогрессивных союзников на Западе когда например мы говорили об этом в прошлый раз собирают пожертвования деньги в Европе и в Америке мусульман через группы прикрытия которые как бы напрямую не связаны с террором но на самом деле мы прекрасно понимаем что они связаны как Каир например американская организация Каир которая по сути дела является просто прикрытием братьев-мусульман и вот эти сторонники БДС которые организовали демонстрацию перед Белым Домом во время подписания соглашений Авраама они были представителем 50 различных антиизраильских групп которые охватывают весь левый спектр от марксистов и антисионистов в числе включая еврейских леваков-ненавистников Израиля до активистов террористических группировок ФАТХ и ХАМАС как Линда Сарсон например которая представляет по сути дела ХАМАС в США и то ледяное молчание по поводу исторической церемонии в Белом Доме которое мы как бы увидели со стороны либеральных так называемых либеральных СМИ в США и большинства европейских СМИ оно ясно показало что западная сторона красно-зеленого альянса совершенно не заинтересована в мире стабильности на Ближнем Востоке точно так же как братья мусульмане и Иран проклинают сейчас этот союз точно так же и его как бы красная сторона этого альянса то есть левые в США и в первую очередь в Европе конечно они совершенно не готовы принимать этот мир им не нужен такой мир мир в котором всем хорошо им не нужен и тот факт что они высокопоставлены демократы такие как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не представители стран ЕС кстати помимо Венгрии не присутствовали на церемонии они еще больше подчеркивают эту печальную реальность поэтому к сожалению будет ли достигнут мир между Израилем и арабскими странами или нет для красно-зеленого альянса все аспекты войны против Израиля продолжатся как и прежде и поэтому мы должны понимать что на фоне действительно ощущения того что рухнула стена если раньше арабы считали что Израиль он как бы вообще вне игры это пари с которой нельзя иметь никаких отношений сегодня ситуация меняется мы превращаемся в соседа с которым можно иметь разные отношения дружить ссориться спорить где-то может быть поджулить а где-то наоборот сделать оказать какие-то добрые добрые пойти на жесты доброй воли но с соседом у арабов как бы одно отношение а мы были для них вообще как бы не из другого мира инопланетянами и вот эта стена рухнула и теперь арабы миллионы арабов по всему миру осознали что даже если для объединенных арабских эмиратов или для Бахрейна мы не инопланетяне то значит действительно можно с нами дружить можно наложить какие-то отношения но при всем при этом надо понимать что остается еще вот этот самый красно-зеленый альянс альянс радикальных исламистов братья-мусульман шиитского режима в Иране и леваков Европы и Америки для которого все это совсем не в радость и которые сделают все возможное чтобы сорвать результаты этого мира нарушить их испортить и опять же возвращает нас конечно же к тому что будет у нас в ноябре и что нас ждет в США после выбора среди будем надеяться что в США все пройдет так как Всевышнему угодно и все будет хорошо спасибо большое и про Трампа и про успех на выбор давайте мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся и продолжим продолжаем нашу программу напомню в эфире очередная беседа с Александром Непомнящим телефон в студии 847-400-5200 ну а теперь если можно еще об одном соглашении которое подписано в Белом доме тоже очень весьма весьма важное соглашение да речь идет я думаю вы имеете ввиду соглашение между Сербией и Косово на подписанной под эгидой США безусловно это потрясающее соглашение тут я вижу у нас в сети наш слушатель Борис Лем задал вопрос как повлияло подписание соглашения Авраама на рейтинг Трампа к сожалению мне неизвестны данные Сергей вам известно что-нибудь об этом вы знаете что по-прежнему 62 процента американских евреев поддерживают демократическую партию к сожалению а что касается то есть на них никак это не влияет положительные результаты для Израиля какая-то перспектива для Израиля перспектива мира не этого они ищут похоже абсолютно не этого так же как впрочем и евреи которые левые евреи которые живут в Израиле но что касается в целом я думаю что это событие правда оно замалчивается в большинстве средств массовых массовых массовой информации за редким исключением но я думаю что оно должно оказать свое влияние и на рейтинге Трампа потому что то что он сделал я уже говорил на эту тему то что он сделал не укладывается в прокрустово русло то есть все основная ошибка заключалась в том что во главу угла ставилось участие палестинцев в мирных переговорах а это бетонная стена непрошибаемая у них другие задачи другие цели мир не нужен ему государство не нужно Трамп в этом смысле просто поступил гениально обошел стороной палестинцев и вот таким образом я думаю и он заявил о том что скорее всего к подобному соглашению подключится еще 5 может быть 6 государств и только так можно решить вот эту проблему палестинскую вы знаете я думаю даже что я скажу так безусловно это огромная в первую очередь заслуга Трампа но Трамп сам он вовсе не специалист по Ближнему Востоку и на самом деле не специалист по Югославии сейчас я хочу поговорить немножко о Балканах и тем не менее он сумел то что он провернул на Ближнем Востоке то что он провернул на Балканах вот эти самые фантастические дипломатические прорывы такие настоящие дипломатические мастер-классы это его заслуга при том что он в этом как бы казалось бы не разбирается почему потому что он в чем он видимо да разбирается это в умении подбирать себе кадры потому что точно так же как ближневосточную сделку готовили люди которые действительно глубоко понимают эту ситуацию я думаю что Натаньял наш премьер-министр был не последним человеком в кавычках который который участвовал в заваривании этой каши то же самое произошло и на Балканах где по сути дела сделку ставшую безусловно мастер-классом мы как-то об этом меньше говорим потому что мы больше вот мы в Израиле больше на Ближний Восток обращаем внимание а на самом деле там буквально ведь в начале сентября в США была подписана сделка по экономической нормализации между президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Косова Абдулой Хотти под эгидой президента США Дональда Трампа и это действительно был настоящий дипломатический мастер-класс то есть такого виртуозного раскручивания ситуации так чтобы всем всем было хорошо мы еще не видели и как объяснил на прошлой неделе посол Ричард Гренел это специальный посланник по диалогу Сербии и Косова от президента Трампа эта сделка была основана на признании Трампом того что давний дипломатический подход к длившемуся несколько десятилетий между двумя странами возникшими на руинах Югославии никогда не приведет их к миру и требовался совершенно новый подход ведь на протяжении многих лет проходящие под эгидой ЕС переговоры по Косово не сдвигались с места поскольку оставались сосредоточены на вопросе по которому у сторон не было вообще общего мнения в вопросе о независимости Косово это вот буквально один в один как на Ближнем Востоке только про Ближний Восток мы знаем и говорим много а о том что происходит в Косово мы как бы знаем немножко мельком а там происходило все то же самое ЕС давило на стороны а стороны не могли сойтись в главном вопросе независимость Косово то чего хотели Косовары и то что совершенно не готовы были принять Сербию ведь после долгого и ожесточенного конфликта в Косово Косово провозгласило свою независимость это албанцы которые живут в Косово провозгласили свою независимость от Сербии это было в 2008 году и с тех пор главной внешнеполитической задачей Сербии всегда оставалась попытка как бы воспрепятства присоединению Косово к международным организациям и как бы не дать другим государствам признать независимость Косово понятно что когда переговоры шли о признании независимости то они год за годом ни к чему не приводили команда Гринелла вообще решила что лучшим способом укрепить мир это улучшить отношения между Косово и Сербии в тех областях где стороны изначально имеют общие интересы и прежде всего эти интересы проявились в нормализации экономических связей поэтому они эта команда Гринелла и его помощники они этим и занялись и вместо того чтобы фактически сразу же столкнуться с айсбергом со стеной как вы сказали то же самое они начали обсуждение с экономических аспектов и в итоге все стороны выиграли буквально джекпу подписание как я уже сказал формальных договоренностей состоялось в начале сентября и соглашение будет способствовать экономическому процветанию как Сербии так и Косово а это в свою очередь уже укрепляет стабильность на Балканах и продвигает дело мира так как не могли продвинуть никакие переговоры формальные о нормализации и признании независимости Косово окей Сербия не признала независимость Косово и Косово согласилась не пытаться сейчас попасть в какие-то международные организации в течение года да но при этом и та и другая страна получают огромные экономические дивиденды от своего сотрудничества друг с другом и того что Америка готова помогать им и эти экономические дивиденды экономические выгоды перевешивают все политические как бы вот как бы с одной стороны обида Сербии что их очень важная для сербов историческая часть их страны становится независимым еще и мусульманским государством и тоже одновременно Косовары нынешние Косовары то есть албанцы готовы сказать окей мы не будем сейчас педалировать нашу независимость вот мы и живем независимо по факту но мы не будем с этим лезть во все организации на протяжении года по крайней мере и в итоге заключенная сделка она выглядит очень необычно и вполне заслуживает того чтобы ее в дальнейшем изучали на курсах и в школах в университетах международной дипломатии она объединила разрозненные интересы сразу трех сторон таким образом что каждая сторона как я уже сказал в итоге получила свои конкретные преимущества наиболее видимо удивительная как бы необычная часть этих соглашений это вопрос о Иерусалиме Сербия и Косово согласились признать Иерусалим столицей Израиля Сербия согласилась переместить туда свое посольство в Иерусалим до июля 21 года а Косово согласилась нормализовать свое дипломатическое отношение с еврейским государством и открыть свою дипломатическую миссию в Иерусалиме то есть еще пока не посольство вот это дипломатическая миссия которая возможно является как бы такой вот аналогом представительства Тайвана то есть Тайване тоже проблемы с признанием независимости этот шаг Косово имеет особенно большое значение еще и потому что превращает его в государство первое государство мусульманским большинством которое признает Иерусалим столицей Израиля дело в том что Приштина столица Косово она давно пытается нормализовать свои отношения с Израилем но до сих пор Иерусалим в общем-то уклонялся от подобного решения стремясь предотвратить столкновения с Белградом Израилю очень важно сохранять дружеские отношения с теми странами которые с ним не воюют и не находятся в бойкоте поэтому нам было важно сохранить отношения с Белградом и ради сохранения этих соглашений отношений Иерусалим уходил от вопроса признания Приштины признания Косово но теперь когда это стало совместной инициативой обеих сторон и Белграда и Приштины инициатива признаний администрация Трампа позволила Косово наладить желанные отношения с Израилем без того чтобы спровоцировать конфликт между еврейским государством и Сербией При этом признание Иерусалима столицы Израиля со стороны Косово конечно же усиливает общую динамику потепления отношений мусульманского мира в целом с еврейским государством но и для Сербии эта сделка тоже являлась крупным достижением потому что изначально американская команда она признала тот факт что Сербия экономически намного сильнее Косово ведь политических переговоров которые проводили под контролем ЕС к обеим сторонам относились как бы как равным вот вы такие вы такие вы обе виноваты по сути дела на Сербию Сербия обращались так что она одна как будто бы была виновной в отсутствии мира вот точно так же как с Израилем у нас Израиль всегда был виноват а арабы палестинские вообще ни в чем никогда не были виноваты точно так же Сербия ощущала что ее пытаются запрогнуть на какие-то уступки на которые она вообще не должна идти потому что она сильнее она мощнее она увереннее стоит на ногах зачем ей все это а нынешняя экономическая сделка начинается с абсолютно противоположного подхода она признала что Сербия сильнее экономически и эта сделка убедила Косово согласиться на год приостановить как я уже сказал все попытки присоединиться к международным организациям и заняться созданием экономических связей то есть давайте сделаем так что у вас люди и у нас люди давайте эти люди сначала просто начнут жить лучше а жить лучше они когда будут когда у них будут торговые связи возможности ездить возможности общаться продавать туризм общий вы начнете жить лучше и может быть тогда вы как-то договоритесь это на самом деле замечательная идея давайте не будем сейчас определять где точно проходят границы кто тут главный и где какая столица вы начните жить лучше а там посмотрим потому что как мы знаем богатые и состоятельные люди они всегда менее злые чем что касается США ведь и США тоже очень выигрывают от этой сделки многие даже не понимают этого как кажется ну США Трамп перед выборами проявил такую активность чтобы как-то залил деньгами Сербию и Косову нет 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 я вам сейчас объясню для США эта сделка тоже очень выгодна и она является фактически чистой прибылью помимо того что происходит стабилизация Балкан что в общем выгодно для такой страны как Америка у которой рынки сбыта и влияние и нужно чтобы все было спокойно но кроме того это все и кроме того что это открывает инвестиционные возможности для американских компаний эта сделка поставила заслон на усилиях Китая по навязыванию своей политики в Балканском регионе почему я объясню вскоре после того как вирус вот этот самый ковид-19 начал распространяться из Китая в Европу китайцы в рамках своей агрессивной дипломатии развернутой Пекином под эгидой борьбы с пандемией прибыли в Белград на самолетах полных средств индивидуальной защиты аппаратов искусственной вентиляции легких медицинскими бригадами и это как бы был очень успешный шаг и свидетельством успешности усилий Пекина стало то что весной Вучич глава Сербии подписал с компанией китайской Huawei договор на установку тысячи камер видеонаблюдения в Белграде а теперь Сербия и Косово согласились не использовать оборудование 5G предоставленное ненадежным поставщиком как они сказали то есть Huawei то есть США в рамках этой стелки сумели заблокировать попытки Китая установить свои сети 5G на Балканах и это очень заметное достижение учитывая то что попытки США например убедить своих главных европейских союзников которые такие союзники и в НАТО и в Альянсе и они так такие друзья Америки но когда дело доходит до того чтобы ребята не берите эту китайскую сеть 5G это война это настоящая война это не вопрос экономической выгоды это вопрос порабощения вас китайцами не берите это европейцы не хотят слушать американцев а на Балканах теперь у Америки свои позиции которые они отбили у китайцев и это все благодаря этой самой сделке учитывая изобретательность сделки тот факт что она позволила разным странам достичь сразу несколько целей можно было ожидать что союзники США разделяющие цели мира на Балканах и на Ближнем Востоке к слову они будут приветствовать эту сделку и сделать все возможное чтобы помочь ее успешному воплощению и поэтому казалось бы самой первой стороной поздравляющей сербов косоваров и американцев и израильвян должна была бы стать ЕС Евросоюз называющая себя другом всех этих стран но в полную противоположность всем ожиданиям лидеры Евросоюза разразились яростными угрозами и требованиями к Сербии и Косово которые если будут учтены просто сведут на нет все достигнутые договоренности когда в училище Хоти проводили раунд встречи с официальными лицами Евросоюза в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Питер Стану выступил с очень явной и четкой угрозой в адрес обеих стран он сказал так нет страны члена Евросоюза с посольством в Иерусалиме и зловище добавил что любые дипломатические шаги которые могут поставить под сомнение общую позицию Евросоюза по Иерусалиму вызывают серьезную озабоченность и сожаление и Сербия и Косово ведут переговоры о членстве в ЕС с 2011 года пока что все эти переговоры привели лишь к десятку невыполненных соглашений которые все ушли в столы и вообще эти переговоры полностью прекратились в 2018 году и были возобновлены только нынешней весной после того как администрация Трампа активизировала свои усилия по урегулированию давнего спора между странами а видите как все было связано пандемия китайцы начали влиять на Балканы и Трамп тут же прислал туда команду своих людей которые начали проверять как можно китайцев туда теснить результатом стала сделка которая выгодна всем ну всем на Балканах конечно кроме Китары и вот сейчас когда Евросоюз давит то сербы испуганы открытой угрозой ЕС и они стали уже отказываться от своего обязательства перенести посольство в Иерусалим и если это случится если не откажутся то вполне вероятно что вообще большая часть всей остальной сделки тоже развалится и все это очень сильно ухудшит всех американских отношений и вслед за ней пострадает конечно и стабильность на Балканах и эта вот реакция агрессивная яростная реакция Евросоюза на сделку которая казалось бы всех должна была устраивать она и поразительна и одновременно очень показательна надо понимать откровенная враждебность Брюсселя она доказывает что несмотря на всю витиеватую риторику о мире на Балканах и на Ближнем Востоке то что на самом деле движет европейскими лидерами не имеет ничего общего ни с тем ни с другим будь то Балканский мир Международный уголовный суд ядерная программа Ирана российские газовые сделки китайская сеть 5G ЕС всегда занимает позицию противоположную американской какой бы вопрос ни стоял на повестке дня в любой конкретный момент если США сильно заинтересованы в определенном исходе ЕС пусть даже якобы разделяя американские цели на словах обязательно станет действовать так чтобы добиться противоположного исхода частично это наверное объясняется своего рода таким менталитетом халявщика Евросоюз верит что США все равно с их помощью или без своих целей добьется при этом Европа получает выгоду от американских побед не прилагая к этому никаких усилий и более того выступая против США Европа может позволить себе напрямую продолжать поддерживать тесные связи с врагами Америки извлекать финансовые дипломатические выгоды с Ираном с Китаем это все по сути за счет США но Израиль это отдельная история у ЕС нет единой политики в отношении независимости Косово например государства с сепаратистскими меньшинствами такие как Испания выступают против а те государства у которых таких проблем нет поддерживают например Косово ЕС вообще как правило раздроблена по всем вопросам кроме одного кроме вопроса по Израилю единственная последовательная внешняя политика ЕС это его враждебность по отношению к Израилю и когда Стану сказал что сама идея о том что государство стремящееся к членству евреев разместить свое посольство в столице Израиля вот эта идея является предметом серьезного беспокойства и сожаления он сказал это в продолжении всей пассивно-агрессивной политики ЕС последовательно стремящееся ослаблять и решать легитимацию еврейское государство и оппоненты администрации Трампа особенно сейчас в компании Байдена они постоянно обвиняют президента США в отчуждении вот как бы отходят европейских союзников на самом деле администрация Трампа не делает ничего враждебного Евросоюза внешняя политика США при Трампе направлена на продвижение интересов США среди прочего путем продвижения делом мира на Ближнем Востоке или на Балканах путем блокирования распространения оружия массового уничтожения среди режимов изгоев победой над террористическими силами сдерживанием Китая который пытается стать глобальной сверхдержавой коммунистической Китой будем забывать что это не просто страна это страшный режим и союзники США будь то в Европе или где-нибудь еще должны были бы приветствовать и поддерживать эти усилия но тот порочный и зловещий ответ ЕС на соглашение между Сербией и Косово он показывает что несмотря на все разговоры об Атлантическом альянсе этот альянс на самом деле является совершенно односторонним то есть по сути дела Америка дает Европе все Европа не только не отвечает за ихность а еще и плюет в тот колодец из которого она берет воду это конечно ужасно обидно но надо понимать это и осознавать и понимать что европейцы к сожалению не друзья не Америки не Израиль Сергей спасибо Александр давайте попробуем принять звонки 847-400-5200 телефон нашей студии добрый день пожалуйста в эфире добрый день Сергей добрый день Александр Шанатова вам и вашей замечательной стране которую мы все гордимся и радуемся вашим успехом о том чем вы говорили о подписании мира вы знаете очень простая вы помните такую простую совет русскую пословицу плохой мир лучше хорошей войны это вот в этом мне кажется весь смысл всего этого что происходит то что касается Сербии понимаете я был 10 лет проработал 20 лет в Белграде вы знаете у меня очень много сербских друзей очень близких друзей с кем я работал с кем я на фейсбуке ни один человек не прореагировал то что произошло потому что там такое потому что Косово это колыбель православия в Сербии и разрушено уничтожено скверлено больше 300 церквей и они это никогда сербы не простят и не забудут поэтому я не знаю как народ не думаешь сильно хотя они очень нуждаются у меня к вам вопрос такой я вот где-то почти 40 лет подлежу к организации Фрэнс Фредиев армия обороны Израиля пару дней тому назад было гава то теперь онлайн собрали 15 миллионов долларов один из главных кладчиков Фрэнс Фредиев есть такой у нас миллиардерчик в Америке Сабан это вы наверное знаете кто это такой это египетский еврей жил в Израиле кажется даже в армии был в Америке он ярый сторонник демократов но касающийся этой организации он написал все кто донейт до 500 тысяч долларов химэч он делает такой понимаете и он сказал что для него главная цель это чтобы армия обороны Израиля была сильной и так далее как это воспринимать демократ и в то же время огромный и тоже огромный который поддерживает Израиль огромными деньгами спасибо еще раз самого лучшего за лучшие праздники спасибо большое вы знаете это очень серьезный вопрос мы об этом однажды уже говорили в наших передачах дело в том что действительно как вести себя тем евреям которые были демократами традиционно поддерживают демократическую партию и в то же время они действительно настоящие патриоты Израиля они любят Израиль они хотят Израилю добра на самом деле и у этих людей есть колоссальная проблема сейчас потому что нынешняя демократическая партия это уже не та демократическая партия которая была раньше это не партия Клинтона который в общем-то он хотел добра Израилю может быть он он плохо понимал что для нас является добром он пытался нас продавить заставить нас пойти на уступки Арафату и другим террористам но в общем он это делал искренне заблуждаясь и считая что то что он делает это правильно возможно и такой была позиция демократической партии после Обамы все изменилось то что происходит сейчас происходит стремительное замещение демократической партии со всеми ее институтами со всей ее позицией на филиал по сути дела вот этого передового отряда Ильхан Амар и Рашид Тлаев и Аказий и Картес и там еще одна четвертая такая сейчас их будет уже в новом по крайней мере восемь они четыре а может и больше то есть вот эти прогрессистские силы которые откровенно антисемитские они откровенно не признают право израильного существования они откровенно шельмуют и травят евреев американских которые готовы поддерживать Израиль и в этом смысле у Сабана возникает колоссальная проблема он ее может быть еще не осознает или он может пытается играть вот он пытался там как-то играть в политику какую-то выступать против Натаньяу он не нужен больше демократической партии такой вот Сабан не нужен нужны там только те евреи которые будут вместе со всеми клеймить сионистского агрессора и израильский империализм на общих собраниях помните как вот антисионистский комитет в Советском Союзе а тех евреев которые будут пытаться защищать Израиль их больше нет и мы видим как на выборах в Конгресс все те старые гвардии демократы которые были друзьями Израиля они все повылетали со своих мест будь то в Нью-Йорке я не знаю как в Чикаго там уже давно все это произошло но в других районах тоже вместо них пришли прогрессисты которые откровенно выступают против Израиля спасибо 847-400-5200 телефон нашей студии напомним беседуем с Александром Непомничим и говорим о тех говорили о тех соглашениях которые были подписаны под патронажем Трампа кстати Босния Герцеговина тоже отказались переносить посольство в Иерусалим ссылаясь на то что это противоречит резолюции ООН и может иметь для страны негативные последствия то есть ООН и Европейский Союз таки антиамериканская политика просто пронизана всеми действиями и антиизраильская я уже не говорю об антиизраильской позиции потому что эти организации были всегда против Израиля не скрывали своего отношения к Израилю ну и вот вот результат то есть запугали задавили небольшие государства Сербия я думаю ждет сейчас ноября то есть если если они поймут что Трамп побеждает то некуда деваться и те блага которые обещает вот эта сделка для Сербии слишком важна важны если же Трампу не удастся победить то конечно Вучич будет считать себя свободным от всех обязательств потому что Байден никогда не потребует от него выполнения этих соглашений подписанных при Трампе ну а Евросоюз тут рядом и они его просто съедят если я это прекрасно понимаю посмотрим будем надеяться на хорошее будем надеяться на то что все-таки здравый смысл американцев победит и Трамп получит еще 4 года на то чтобы сделать Америку продолжить делать Америку великой чтобы остановить китайскую экспансию чтобы добить иранский террор и террор братьев мусульман и чтобы оставить после себя действительно замечательное наследие и в Америке и во всем мире ну и возвращаясь в Израиль к сожалению несмотря на этот праздник Рашашана у вас вводится тотальный карантин насколько я понимаю это так но не совсем так дело в том что действительно Израиль первая из стран мира как бы сейчас снова закрывает себя на карантин но в то же время если вчитаться в правила этого карантина они гораздо мягче чем правила прошлого карантина здесь я пытаюсь понять я небольшой специалист в этой области и здесь я просто как обыватель пытаюсь понять логику я думаю что речь идет о том что правительство действительно ищет оптимум между теми потерями которые несет государство когда мы закрываем страну на карантин экономические потери очень велики и с другой стороны попытка сохранить медицинскую систему удержать ее от кризиса потому что если мы начинаем если если не хватит врачей на то чтобы оказывать помощь тяжело больным коронавирусом то количество жертв в Израиле будет гораздо большим чем сейчас сейчас умирают те кого действительно не удается спасти но врачи пытаются их спасти и есть на каждого такого больного достаточно врачей если этих врачей не будет хватать то будут погибать конечно умирать и те кого могут спасти и вот этот трейд-офф между экономикой и спасением жизни Израиль действительно оказывается первой страной первым закрылся первый раз первым открылся потом первым сейчас закрывается второй раз посмотрим что будет и конечно как говорится цыплят по осени считают мы будем смотреть что происходит дальше и надеяться что в общем правительство понимает что оно делает и оно выведет нас наименьшими потерями экономически так или иначе Александр сладкого вам нового года и хорошей записи в книгу жизни и всех наших слушателей тоже и хорошей вам записи в книге жизни всего доброго субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok